так всем привет сегодня у нас будет очередной обзор сегодня мы будем рассматривать талант кремка опять с 5 чем этот талант хорош благодаря ему наши герои сразу сразу же активирует свой скилл и бьют где этот талант полезен этот талант полезен на всех по локациях но практически он везде полезен смотря какие какой герой допустим для начальных аккаунтов этот талант очень необходим на таких аккаунтах как мой на топовых аккаунтах уже дошло до того что он просто сливается потому что собраны ремки рунами и лучше все-таки чтобы герой там наносил больше урона там стоял дольше поэтому мне как бы этот талант уже не нужен чем ремка хороша и с чем ее полезно использовать ну в первую очередь это живо то есть если ваш герой умирает он сразу же ресается и у него опять же полностью вся full энергия и он может опять если у него там прошла прошла кидашка то есть кулдаун он может опять же ударить чем еще ремка хороша если у вас есть там не знаю вы достали сакции сковали получили как-то психо щит ремка талантом плюс психо щит дает вам больше шанс выиграть там в той же самой забытой битве атаки фортов потому что обычно как бы герой ну если там допустим кого возьмем ну все герои которые у меня здесь стоят они станется и если у вас допустим будет психо щит вы вот от дрейка допустим спасти ну это вас спасет вы сможете ваш герой сможет ударить первым точно также против ареса психо щит сможет заблокировать входящий урон от него и ваш герой опять же ударить первым то есть ремка талантом как бы больше подходит всем героям если у вас ремка рунами вы теряете эту возможность потому что психо щита как бы пока талантом нету и вряд ли он будет так что по героям давайте вам буду сейчас опять же как и всегда показывать героев с осколков на окрас ну ему честно говоря ремку ставить смысла нету потому что у него куда он маленький и на нем этот талант бесполезен тесса как вариант да потому что она будет сразу ультрават у нее защита и она сразу включает свое имение и принципе для нее этот талант подходит для анубиса тоже честно говоря не советовал бы потому что анубиса тоже колдаун маленький и анубис с ремкой можно там ему собрать вторую третью без разницы какой все-таки лучше другие таланты на него ставить ремка ему не нужно сердце едка ну если у вас есть одна с богом войны можно вторую стрелку с ремкой смело делать у меня таких две как раз хранитель однозначно да на все по локации плюс ему там психо щит либо оживу очень будет неплохо малышник тоже тестировал у меня он был с ремкой тоже подходит призрачный всадник можно не ставить ведьма желательно все-таки рунами ставить и ставить бастион тогда она у вас будет убивать но если же у вас выпала ремка можно тоже смело ставить а живу рунами тоже будет очень хороший герой но вальтор однозначно да хотя он уже как бы в топах и жил свое с ремкой он уже не наносит столько урона сколько там с богом войны либо с бастионом но там на в топ 1000 топ не знаю какой там топ 10000 вальтор с ремкой очень будет полезен медуза однозначно да дракас можно не ставить одержимый тоже не надо ставить многие ставят у меня тоже был такой одержимый но потом со временем тоже поменял и не жалею об этом леди лево нужно ставить если вы используете ее на по локациях это будет реально большой плюс она станет она дальник то есть это даст вам еще преимущество в бою с другими укрититель нет валентина однозначно да а россию не блокирует своим умением у нее иммун и на ней ремка очень хорошо плюс ожива артика да на лаву четвертую ну кто где применяет но ремка и тоже подойдет candy тоже однозначно да плюс психосчитом либо живу тоже будет очень неплохо горгулу можно не ставить но если выпал то в принципе тут уже тоже менять смысла нет капитан дрэйк видел конечно такие же тоже трэш трэш прокачки стояли ремки ремка ему как и душегубы тоже не нужно черепу если он у вас не один есть возможность можете ставить пригодится там на 3 лаве чтобы танковал ну сейчас на 3 лаве там больше можно танковать анубисом либо каким-то хранителем делайте ему там минимум уклона он будет дольше жить чем черепа гарпия тоже однозначно нет были тоже случае случае видел на аккаунтах тоже ставили трианту идеально подходит ставите оживу рунами будет топ триант он будет сразу ожил сразу включился арестнул героев варлоку тоже можно ставить но урона он будет меньше конечно наносить чем бы важно это и так понятно но варлок с ремкой сразу дает щит и это тоже очень неплохо феи можно не ставить когда-то раньше до где-то полгода назад это было актуально сейчас нет дед мороз у меня тоже есть дед мороз ремочный принципе не этого хватает тоже интересный герой с ремкой так бульдозер рыцарь можно рыцарю поставить если у вас она лишняя но думаю не у многих ремки лишние на аккаунтах а влад дракула у меня тоже с ремкой стоит просто поставил потому что знаю что до него пока руки не дойдут и пока его качать не буду поставил просто ремку им rs однозначно до дракон тоже как вариант на гильдийских боссов на замедление тоже подойдет так купидон однозначно до основу зела нет тыква ремочная можете качнуть попробовать но вы сразу она будет у вас полицию у меня тоже такая была ремку слил и выражай как вариант он тоже имеет ему можно ставить оживу можно ставить психи щит будет сразу включаться но я уже говорил этот герой очень имеет мало жизни поэтому ему все-таки лучший талант либо на повышение жизни либо на защиту рино для рино тоже нет у него куда он маленький стрелку тоже категорически нет хотя с другой стороны если у вас там будут пвп локации вы хотите чтобы у вас он выпустил первым вертолетик пожалуйста можете ставить плюс ключ это менее сразу же ронин тестировал ронина с ремкой ну тоже не то он тоже очень быстро сам заряжается и ремка ему лишний разрушитель был ремочный принципе неплохой можно ставить но есть другие герои которым ремка более необходимо вождь минотавров именно мой первый минотавр которым я зафармил шестые даже кошмарки был просто с ремкой когда уже седьмые открылись я тогда уже начал качать бога войны поставил бога войны потому что увидел что очень мало не хватает урона и там с 58 богом войны проходил шапки не надо ну тут уже пошли магазины ну в принципе тут из них кому ремку хорошо поставить это атлантикору чтобы он сразу включал свой щит всем остальным она не нужна так сейчас заберем а то у меня питомцы это самое главное на аккаунте что можно еще качать так смотрим что там нас подвинули не они подвинули не успел давайте вам покажу в алтаре чтобы вы увидели что у меня стоит вот и атлантика вкачал еще докачиваю его дед мороз вот тоже ремочный есть варлок один такой один с богом войны триантик кенди тоже с ремкой валька вот леди лео то есть я как бы вам рассказываю показываю тех героев которые я на практике уже проверил прокачал и ими пользуюсь просто так и вам советовать тоже не хочу и не буду как делают это некоторые ютуберы а потом рассказываю что этот и герои не тащит так ну вот такой даже дракончик у меня есть купидона у меня нету потому что у меня есть ремки рунами для многих героев я просто меняю уже их тут аналогично с ведьмой а раз тоже видите вот так вот и даже вот недавно взял просто поставил выпало ради интереса чтобы там на атаке фартов пожил он немножко дольше ну в принципе в принципе все еще можно ледяному поставить ремочку он замедляет его на активно используют сейчас на лаве четвертой то есть 24 цели на 75 процентов 15 секунд колдаун к дашки нету вообще супер два три раза включился и все и все просто тупо стоят демоны вот так вот вот такой вот мини обзорщик по ремке пишите в комментариях что и как у вас какие таланты вы еще хотите увидеть на обзоре про что вам рассказать постараюсь дальнейшем рассказать вам конкретно про каждого героя который у меня есть сделать вам обзор именно не самого героя а талантов которые ему подойдут возможно вам это поможет потому что я у себя тестировал героев с разными талантами с разной прокачкой и как бы знаю что что с ним можно делать все подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на вегеймерс всем пока всем пока всем пока